А ну, верни мой кулон! Ты... Стой! Ты ведь тоже оборотень! А ты помеха! Кто ты такой? Единственный, кто может остановить эту катастрофу! Мой тамале! Мой кулон! Знакомый запах! Даже не смей! Прожорливый множка! Множка! Он множится! Ясно? Что это за штука? Или штуки? Вот бы их изучить! Или потискать! Не ведись на их мимимишность! Они могут уничтожить весь мир! Стой! А ты кто такой? И где ты взял Тамале моей мамы? Это Тамале моей мамы! Погоди-ка... Клодин Вулф? Откуда ты знаешь мое имя? Мама о тебе рассказывала! Наша мама! Я Клод! Твой брат! Что? Клод и Клодин? Словора родители не назвали меня не Фераин! Да, не сейчас Клодин! Мира! Это долгая история! Так что расскажу вкратце! Набегу! Скорей! Эй! Народ! Меня подождите! Мама заперта в Бехиме! Это место, где я вырос! Фера! Попав туда, она не знала о главном сюрпризе, что вскоре у нее появлюсь я! Френки! Клео! Сюда! Уже идем! Сейчас, Дракулаура! А ты не староват для моего младшего брата? Вообще-то я твой старший брат! Мне уже шестнадцать! В том мире время идет иначе! Он полон страшных чудич! И ты каким-то образом перенесла меня и множку сюда! Судя по рассказам мамы, это и есть школа монстров, в которую мы с мамой пытаемся попасть годами! Так что спасибо за помощь! Слушай, не знаю, зачем ты сочиняешь байки про мою маму, но... А? Ты правда мой брат? Нужно остановить этих множек, а потом ты мне подробно обо всем расскажешь! Если выживем, конечно! Мисс Волф, мне некогда встречать новичков! Нужно припрятать наши бесценные архивы, пока их не сожра... В том-то и дело, нам нужна скелета! Ага, подпустила я как-то к ней ученика! И целые десять минут вся школа наслаждалась звуками пуханья! Она ваша! Нет, в микрофон надо петь, а я заберу свой кулон! Если тебе кажется, что ты один, взгляд свой на луну ты устреми! Ты увидишь свет, я тебя направлю, только не забудь слова мои! Сделай вдох, и шажок, мы с тобой одни, не будем неразлучны, как пазмы мы с тобой сошлись! Как президент школы, я прошу вас собрать всех спящих ножек и отнести их в лабораторию безумных ученых! Только тихо! Спасибо! Моя смелая луна! О, такой миленький, но опасненький! Прям как я! О, ты такой сладенький, когда спишь, так бы тебя и съела! Причем буквально! Кто знает, где они побывали, лагуна? Фу! Отличная работа! Да! Хоть я так и не смогла вернуть свою маму, зато нашла еще один кусочек моей мозаики, о существовании которого даже не подозревала! Своего брата! Погоди, отмотай-ка назад! Почему в полнолуние я бы перестала быть оборотнем? А, потому что в полнолуние оборотни превращаются в людей! Хотя ты полуоборотень, так что кто тебя знает? Может, превращение в оборотня у тебя на один раз? И ты обратишься человеком и не вернешься! Вперед, Клоди! Вперед, Клоди! Отлично! Что? Фу! Она без шерсти! И зубы не острые! И подмышки ужасно гладкие! Людям с нами играть нельзя! Человек, человек, ты ужасный человек! Нееет! Эй, я тут поорю вообще-то! Клык классно просто! Стоп, оборотни говорят «клык классно»! Ну, я оборотень, и я говорю, значит, говорим, да? Я Клодин, я новенькая! А ты, наверное, Ромал? Ого! Он действительно Ромал, да? Ты умеешь считать мысли? Горгемет! А, да! Человек! Мы слышали, что ты тут часто бываешь! А, получеловек, полуоборотень! Мысли не читаю, но я знала, что вы здесь покажетесь! Так, слушайте, нужна ваша помощь! В делах оборотней! Скажите, мне обязательно превращаться в полнолуние? Не вой так громко! Нельзя, чтобы чужаки услышали об обычаях оборотней! Да, никаких чужаков! Понятно! Приходи на собрание сегодня! У кладбища домашних животных только одна! Стая уходит! Ау-ау! Ау-ау! Вот они! Проси прощения! Клево? Да! Можешь уйти! У меня встреча со стаей, и они не придут, пока ты цепляешься за мою шерсть! Я не цепляюсь! И вообще, стая оборотней ни за что не осмелится встречаться за завесой секретности! Откуда ты знаешь? Чужакам нельзя такое знать! Ну да, официально нельзя! Но Гавки Мет, бедный наивный щеночек, так и не разобрался с настройками приватности в Крик-Токе! Хочусь на тайное собрание стаи в чулане Грязи Гоблина у Коктиториума! Они меня провели! Хоть я выгляжу как оборотень, они не считают меня за человека! Не важно, в каком ты облике, оборотня или человека, ты – это всегда ты! И именно ты – суперзвезда школы монстров! Это что? Внутреннее ухо? Ого! Ага! А парень шарит в анатомии! Покачиваться – не в моей эстетике! Надо его вернуть! Извини, Клео! Если я выйду в таком виде, все узнают о существовании оборотней! Помоги! Клео! Это что, сова была? Давайте выяснять! Что-то мне не по себе! Косточки, что же мне делать? Ну уж нетушки! Я не ради этого пропустил наггетсы на ужин! Стань человеком! Но как? Папа? Человек! Привет! Эй, это же та странная девчонка! Точно! А вот это не твоё! Кто успел, тот и съел! Чудила! Не отдавай ей, Бадди! Хотите увидеть монстра? Вон за тем камнем сидит мумия! А мумии обожают есть подростков! Жареных и с кетчупом! Мам! Смажь противень маслом и разогрей духовку до 200 градусов! Я бегу домой на ужин! Подожди нас! Мы спасены! Ну ладно! Я знаю, что я всегда я! Но я очень хотела бы снова выглядеть как оборотень! Снова волосатая и пушистая! Я никогда не видела ничего монструознее! Ты имеешь в виду человечнее? Не хочу мешать тебе самоуничижаться, но на монстроведении нас учили, что только самые могущественные оборотни могут превращаться в любое время без полной луны! Мега оборотень ты наш! Пусть как оборотень я клык классная, но я всё ещё получеловек! Слушай, пап, а я хотела тебе сказать кое-что... Ты хотела мне сказать что? Что джамбалая просто объедение! Да, вижу ты голодная как волк! Соль! Я хотела подсолить! Ну что у тебя новенького? Забавно, что ты спросил! Ведь я... Полумесяц! Нет! Вообще, я... На секунду! Что бы ты ни слышала, это не я! Я сидела тише летучей мыши и искала в соцсети тех девчонок! Дело не в тебе, а во мне! Не могу рассказать папе! С монстрами всё просто, а вот с людьми гораздо сложнее! Я сейчас как трусливый пёс! Клодин, на тебя свалилось столько нового! Если тебе нужно время, значит тебе нужно время! Вот и всё! Не грызись! Спасибо, Клео! Ты... Ты... Ты просто вылитая мама! Ты знал? Ну, я же подарил тебе мамин кулон! Я хотел поговорить с тобой в твой день рождения, но ты так быстро нашла школу монстров! Ты думала, что я зачарован, а я просто хотел обсудить всё это лично! Но почему ты не сказал мне раньше? Надо было! Но я боялся, что потеряю тебя, как потерял твою маму! Мне жаль, Клодин! Ты меня простишь? Конечно! Ну и дела! Но ты должен рассказать мне о маме! Она училась в школе монстров, и у Вервольфов есть секреты! Я должна узнать, что с ней случилось! Прости, щеночек! Я мало что знаю! Неважно! Расскажи всё, что помнишь! Она ушла по каким-то монстроделам для совета монстров! И так и не вернулась! Я долго её искал, но понял лишь одно, что у мамы были враги! Я испугался, вдруг с тобой тоже что-то случится! Я не пропаду! Обещаю! Никто не обращает внимания! Директриса Блатгут строго запретила мне проклинать монстров! Но про людей она ничего не говорила! С силой Великого Гора! Я, Клео Даниил, насылаю на вас проклятие Моми! Классные спецэффекты! А разве монстры не должны держать своё существование в секрете? Теперь её точно исключат! А мне влетит за то, что я притащила её бессмертное тело сюда! Нужно увести её подальше от людских глаз! Классные спецэффекты! Клео, ты хоть помнишь наш разговор? Или ты своё ухо в школе забыла? О, Клодин, можешь поставить свою речь на паузу? А то я готовлюсь к песчаной буре новых подписчиков! Клео, послушай меня! Эксперта в мире людей! Люди не очень любят проклятие! Они сразу отпишутся! Что? Но я просто хочу, чтобы меня любили! Тогда тебе не стоит прибегать к проклятиям! Иди с моим папой, а я всё разрулю! Говорю тебе, она реальная мумия Да-да, настоящая Так ты все подстроила Нет, ну что вы Это настоящая мумия Серьезно, расскажите всем Если бы нас не обманешь Это просто маркетинговый ход Я удаляю фотки Никакой тебе рекламной интеграции Клео поняла, что подписчики Это не самое главное Так что она вернулась в школу К своим настоящим монструшкам А я осталась Нам с папой нужно многое наверстать Вот так мы ведем дневники для урока Миссис Крик Значит, надо нажать сюда, чтобы включить Эй, а знаешь, кто мне очень нравится? Только никому ни слова Нет, это не то Стоп Ой